Дорогие зрители, всем привет! Вы на канале Технопарк. Меня зовут Александр. Сразу прошу прощения за ветер. Погода прям такая мерзкая. Дожди моросят, ветер очень сильный. Но, тем не менее, я думаю, будет все слышно именно моя речь. В общем, сегодня у нас видео будет про трактор Кировец К701. Культивирует поле. Сейчас уже по второму слою проходит. Универсальный культиватор под названием КИТ 7.1.2. То есть, о чем говорит 7.1.2? Это ширина захвата обрабатываемой почвы. На тракторе работает тракторист, который у нас в хозяйстве работал на ХТА-220. Как раз он двигатель капиталил. Хороший тракторист. В общем, Кировец К701 этот непростой. Сейчас немножко я вам про него расскажу. 12 цилиндров дают о себе знать. Очень громко. Когда трактор близко, невозможно разговаривать. Я даже сам себя плохо слышу, когда трактор близко находится. В общем, задняя рама, она голая. В связи с чем это так произошло? То, что на этом тракторе, К701, раньше был установлен сварочный пост. То есть, электрогенератор там стоял и сварочные посты. Там разные модификации были. Я знаю, две модификации. Это электрогенератор на 100 кВт и на 200 кВт. И сварочные посты на 4 сварочных поста и на 8 сварочных постов. Поэтому рама у него такая голая сзади. Покатался внутри кабины. К сожалению, там ничего невозможно снимать без какого-нибудь хорошего микрофона. Шум стоит вообще прям сильный. Я не знаю, как там тракторист из наушников катается. На улице где-то погода плюс 6-7 градусов. Внутри трактор, печка. Даже не включена, печка не включена. Но там очень тепло. Все тепло идет от двигателя 12 цилиндрового. Причем еще тракторист открыл окно. Я покатался минут 15, наверное. Там запах стоит такой, солярки, как будто, знаете, прям ядреная солярка такая. Необычно как-то. Не знаю, то ли она не догорает, то ли глушитель. То, что там близко расположен запах. Кабину заходит иногда. В общем, запах там такой едкий. Сейчас немножко на обратном пути развернется трактор. Поговорим о двигателе этого монстра. Вот он стоит, красавец. В общем, ресурс этих тракторов завода 6000 моточасов. Этот трактор не только 6000 часов прошел. Очень много уже отработал своего. Все-таки 33 года отработал. В общем, чтобы он дальше служил верой и правдой, его надо своевременно обслуживать. Любую технику надо своевременно обслуживать. Смазывать трущиеся элементы. Как раз-таки для нас сайт смазки.ру Отправил нам сегодня товар. Вот такие вот смазки. Там есть очень много разных видов. Водостойкая, высокотемпературная, термо- и морозостойкая. Высокотемпературная. В общем, у них на сайте очень много всяких разных смазок. Советую перейти к ним по ссылке в магазин. Посмотреть. Ссылку оставлю под видео. А мы сейчас прошприцуем сочлененку рамы. Так как, если его своевременно не обслуживать, своевременно не смазывать трущиеся элементы, очень быстро выйдет из строя. И большую копеечку это может встать для хозяина трактора. Так что сейчас смажем. Пистолет заправим. Очень удобно. Открываем крышку верхнюю. Сложим ее в пистолет. И будем шприцовать сейчас. Все, наверху вышло уже. На трактора Киривис К701 завода устанавливались двигатели ЯМЗ240МБ2 на 300 л.с. Это модификация двигателя ЯМЗ240МБ2 на 360 л.с. Также есть такие двигатели, как ЯМЗ240МБ2 на 500 л.с. И ЯМЗ240ПМ2 на 420 л.с. Это форсированные турбированные двигатели. Они устанавливались на карьерные самосвалы БелАЗ. Есть видео в интернете на канале ЛанТЭЧ. Там он снимал обзор на трактор Киривис К701. Как раз таки с 500-сильным двигателем ЯМЗ240МБ2, снятый с БелАЗа. Они модернизировали, то есть установили на трактор. И он работает на 500-сильном двигателе. ЯМЗ240МБ2 на 100 л.с. Кстати, дворники у этого трактора, они работают на не электромоторах, как обычно у нас принято, да, там везде электромоторы стоят, дворники работают. У него именно стоят пневматические моторчики. Сейчас, если я в кабину, получу, зайду, можно сниму, покажу. То есть у него спереди пневмомоторчик стоит и сзади пневмомоторчик. Я такую конструкцию вообще вижу первый раз. Ну, в общем, интересно придумали, конечно. В общем, на улице начался дождик. Вот как раз все-таки сейчас покажу вам, как устроен механизм дворника здесь. Вот там внутри этот электромоторчик. Ой, извиняюсь, не электромоторчик, а как раз таки, а пневмомоторчик. Вот здесь вот здесь такой что-то вроде кранника, то есть он перекрывает доступ к воздуху или наоборот открывает. И дворники вот так вот медленно, аккуратно работают. Один режим или можно подкрутить, и еще быстрее будут. Крутишь, помедленнее. А, то есть можно регулировать, да, скорость дворников. В общем, сзади тоже такие же механизмы. Вот две тяги, но сзади дворников нет. На улице начался дождик. В общем, посидим в кабине. Здесь практически ничего не работает, да? Это от родного старого панелька. Вот здесь это уже сами устанавливали, да? То есть переделывали от сварочного поста, как я и говорил. Как раз таки, наверное, вот это показывало напряжение, или как там, ампераж, да, от генератора. Но двигатель температуры здесь не показывает. Сейчас механически установлен температуру двигателя, давление масла и так далее. Это импровизированный вентилятор, чтобы летом можно было охладиться немножко. В общем, вот так вот сейчас прокатимся немножко на тракторе. Вот, и все, остановились. Все-таки легендарный этот трактор Кирилл СК-701. Красивый такой, брутальный. Очень хороший, ну, опять-таки, относительно хороший. То есть не стоит его сравнивать с тракторами нынешних времен. Этому трактору уже сколько? Больше 30 лет. По-моему, 1987 года на Шилдике было написано. Это ему, получается, 33 года, да? Ну, для тех времен этот был вообще замечательный трактор. Да, понятно, конечно, но с нынешними тракторами не сравнится, то есть и по расходу там, по производительности. Но, тем не менее, легендарный трактор. Очень много модификаций этих тракторов существовало. Там более 30 видов. Вот так же, как я сейчас сказал, то, что здесь был электрогенератор со сварочными постами, были там лесовозы какие-то, тягачи, погрузчики, и еще какие-то скреперы. Там много разных квалификаций было. У всех даже не знаю сейчас. Вот и лето прошло. Настала осень. За лето приготовил я очень много хороших, интересных видео с разными техниками в разных хозяйствах. Поэтому, ребята, чтобы не пропустить, нажимайте на колокольчик под видео справа, потому что я статистику посмотрел на канале 41 тысячи подписчиков. Из них только 6 тысяч подписчиков нажали на этот колокольчик, и к ним постоянно о новом видео приходят уведомления. То есть, если на этот колокольчик нажать, вам как видео выходит в YouTube, сразу приходят уведомления. Можете смотреть. Ничего не пропустите. В ноябре, декабре, в октябре будет очень интересное видео. Будет видео также про Кировский К-701, два Кировца, как в поле работали. Или вообще в другом месте. Будет про синий вот этот Кировец, белый-синий К-701 после капитального ремонта, как он трамбовал Силос. В общем, много всякого видео интересного. Кировцы будут новые, также К-7 и К-4. Сегодня, может, еще сейчас поеду засниму. Кировец К-4. Кирюша 424-й со спаренными колесами, со свирновым культиватором. Если так же опять... Ну, дождя если не будет, поеду засниму. Вот сейчас накапал дождик, плохо видно. Силоса 424-й Силоса 424-й КОНЕЦ КОНЕЦ